Виновчанин Владимир Викторович Шустав до приема у сенатора Российской Федерации Ольги Забраловой уже обращался со своей проблемой на портал Добродел. Его беспокоит опасный автомобильный участок возле школы номер 4 и дома 14 по улице Гаевского. По утрам здесь довольно интенсивное движение машин и одновременно множество школьников переходят дорогу спеша на занятия. Но разметки и лежачих полицейских там нет. Владимир Викторович попросил разобраться в ситуации и помочь сделать улицу безопасной для маленьких пешеходов. Мы тогда отработаем с нашим министерством транспорта обязательно. На контроль сама возьму. Необходимо нанесение дорожной разметки, то мы это сделаем. У виновчанки Оксаны Лапиной в той же 4-й школе учатся дети. Ее беспокоит также отсутствие гардероба в учреждении. Школьники вынуждены верхнюю одежду и обувь нести в классы. А старшие классы в кабинетах классного руководителя, лаборатория, вот у него учитель химии, классный руководитель. Как рассказала первый заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова, которая также присутствовала на встрече, оборудовать раздевалку должны к августу следующего года. В следующем году уже выделено финансирование и на первом этаже будет устроен гардероб. Просто мы это возьмем на контроль. Сенатор Ольга Забралова призвала ускорить процесс и попробовать обустроить раздевалку уже в дни новогодних школьных каникул. Они же будут у нас все равно с вами 10 дней как минимум. Давайте попробуем, что до сентября мы будем ждать. Не все заявители смогли присутствовать в этот день на приеме. Свои вопросы они озвучили по телефону. Были вопросы связаны со строительством новых объектов, с предоставлением мест. В детских садах мы обсудили некий дефицит мест, а в Ленинском городском округе, который мы тоже сейчас будем решать. Все поднятые на встречу вопросы сенатор Ольга Забралова взяла под личный контроль. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.